Миссионер может научить лишь тому, что знает сам, и того, кто готов его услышать. Это прекрасно понимал святитель Николай Японский. Вот почему его миссия была одной из немногих, принесших плод в такой замкнутой в своей культуре стране, какой была Япония в XIX веке. В Минском приходе святителя Николая Японского активно развивается миссионерское служение. Изучать православие, находить точки соприкосновения с другими культурами, этому в воскресной школе прихода учат детей при помощи каллиграфии. Изучение японской живописи возможно ли такое в православной воскресной школе? Оказывается, да, если это храм Николая Японского, а педагог, проводящий мастер-класс, православный художник, увлеченный восточным искусством. В японском и вообще в восточном искусстве у них есть такой культ природы. То есть человек там изображается в очень малых количествах. Как известно, природа – это божье творение. И вот как раз вот в этих пейзажах, которые мы сегодня рисовали, вот там есть красота вот этого божественного, да, природы. Вот горы, воды, то, что создал Господь. Этот разовый мастер-класс прошел на базе уроков церковно-славянской письменности и каллиграфии, идея которых – помочь прихожанам понять красоту и смысл православного богослужения через освоение церковно-славянского языка и письма, реализуется уже в течение полугода. Однако плоды этих занятий ощутимы на разных уровнях и на практическом, прикладном тоже. Терпение, усидчивость, аккуратность, организованность, что тоже очень важно, потому что ребенок, прежде чем что-то начать делать, он должен организовать свое рабочее место, должен подумать, поразмыслить обо всем. Теперешние дети, у них очень плохо развита моторика, они плохо пишут, они неусидчивые, вот, а это искусство помогает концентрации внимания, это очень важный момент. Ну, развивается мелкая моторика, чувство вкуса, эстетика, ну, считаю, очень важное качество для детей, а для взрослых тем более. Сверх задачи урока восточной каллиграфии, умение полутонами высказать мысль, выразить в нескольких штрихах суть происходящего, лаконично, но полно передать суть, пригодится в любой жизненной сфере. Вот почему родители и дети идею приняли и оценили по достоинству. Основная цель была, чтобы дети научились красиво писать, чтобы были максимально заняты при церкви где-то, чтобы вот, какая-то полезная деятельность занимались такой. В результате оказалось гораздо больше. Дети научились не просто писать красиво какие-то значки, они научились следить за собой, смотреть за теми линиями, что у них получается из того, что они делают. В результате начали постепенно следить, я заметила за своими словами, то есть они поняли, что они что-то из того, что они делают руками, либо говорят, вот, это имеет какой-то смысл, либо красоту, либо это некрасиво. Это получилось, либо не получилось. Если не получилось, значит, надо просто потрудиться. Как оказалось, подобные уроки могут помочь и в решении злободневной проблемы православных, и не только мам и пап, имя которой дети и компьютер. После занятий новое поколение не торопится стучать по клавиатуре, закрепляет новый опыт. Приходят обратно такие воодушевленные, достают тушь, достают листы, и начинают, мама, посмотри, как это красиво, начинают воспроизводить то, чего им показали на уроке. Я хожу сюда за красивым почерком, чтобы хорошо писать. Сейчас по каллиграфии мы на предыдущем занятии проходили, как пишутся, старинные буквы. Наша учительница нас хочет познакомить еще с японской живописью, потому что это наполовину часть каллиграфии. Информационный портал Собор Бай для телеканала «Союз».